Приветствую! Обзор обычного пылесоса Атлет мы с вами делали около двух лет назад. Сейчас представляю вам модель Bosch Атлет Зу, в простонародье Зая. Почему он красного цвета, так и не могу сказать. Не знаю никаких животных красного цвета, но тем не менее, он получился ярким, привлекательным и не оставляет себя без внимания в магазине. Четыре колеса на насадке электрической щетки обеспечивают плавный ход вперед и назад. Резиновый уплотнитель, идущий вдоль насадки, обеспечивает более эффективный воздухозабор в передней части насадки. Само собой традиционный для Атлета, универсальный, удобный вертикальный паркинг. Циклонический контейнер колба абсолютно правильной геометрической формы, которая позволяет легко очищать себя, мыть себя в посудомоечной машине под краном либо протирать обычной салфеткой, если в этом есть необходимость. Прибор производится в Китае, имеет корейский аккумулятор, а вот двигатель во всех пылесосах Атлет и в этом тоже немецкий. Его внутренний фильтр можно вытряхнуть, можно помыть, можно простирать в зависимости от вашего желания. Между электрощеткой и вертикальным корпусом располагается не просто переходник, а гофра. В дальнейшем она была каскадирована в топовые немецкие мешковые приборы, потому что показала в Атлете себя невероятно удачно. Использование здесь гофры позволяет резко снизить влияние угла атаки пылесоса относительно насадки на скорость воздушного потока. Гофра резко смягчает эти изменения, поэтому скорость воздушного потока здесь самая высокая в мире. 27 литров в секунду у аккумуляторного пылесоса. В моем случае у меня в пылесосе в комплекте идут две щетки. Одна черно-красная, а вторая чисто красная. Черно-красная щетина для универсальных поверхностей, то есть для ковра и пола, а красная специально для ковров с высоким ворсом. Можно использовать и ту, и другую как универсальную, но вот мне досталось две в комплекте. Ну и решение, которое, как мне показалось, было разработано и придумано уже после того, как пылесос был пущен в серию. Для того, чтобы этот прибор можно было использовать не только как обычный стационарный пылесос, но и для того, чтобы пылесосить на шкафу, сенке, занавеске, в машине, был разработан специальный переходник. Для этого необходимо снять электрощетку и на ее место разместить обычный традиционный шланг. Недостатки по-прежнему очевидны. Пылесос очень длинный, поэтому залезть вместе с ним в машину просто не представляется возможным, несмотря на наличие этого переходника. Да и в принципе, каждый раз снимать и надевать эту насадку далеко не каждый человек будет. Люди не любят возиться с пылесосом, любят, что он просто собрал пыль и ушел куда-то в свой угол. Тем не менее, в ЗУ система стала гораздо более удобной. Вместо обычного традиционного шланга, здесь шланг имеет специальный трос и короткий хвостик. Почему, собственно, он получил название «Заяц» – короткий хвостик, как у зайца? Вместо длинной рукоятки с переключателем мы получаем короткий хвостик с переключателем. Он позволяет сделать пылесос компактным, действительно взять его в руки, либо повесить его на спину, положить его просто на шкаф и пылесосить там в любой щели, за шкафом, на стенке, где угодно. Конечно, в режиме шланга продолжительность работы пылесоса заметно возрастает, потому что снижается расход электроэнергии, точнее, отсутствует расход электроэнергии на работу электрощетки. Итак, недостижимая еще ни в одном аккумуляторном пылесосе скорость воздушного потока 27 литров в секунду, время работы пылесоса от одной зарядки 60 минут. Легкая очистка и уход благодаря абсолютно правильной форме контейнера, универсальный переходник, позволяющий подключить к этому пылесосу любую насадку от любого пылесоса Bosch. Атлет ЗУ способен заменить любой обычный домашний проводной пылесос, и по времени работы, и по эффективности использования благодаря универсальным насадкам, которые ранее были доступны только в обычных проводных пылесосах. Компактные насадки позволяют легко пылесосить и корпусную, и мягкую мебель, убирать пыль и грязь со стола, с пола, с любой поверхности без каких-либо ограничений. Кто-то скажет, обычный ручной пылесос гораздо лучше. С одной стороны, да, но обычный ручной пылесос – это контактный прибор, а Bosch Атлет – это полноценный пылесос, который способен собирать пыль бесконтактным способом на расстоянии. Не обязательно просто тыкать насадку в гору грязи, пыли, чтобы он ее собрал. Он собирает ее, как обычный пылесос, на определенном расстоянии от себя. То есть эффективность его работы очень высока. Насадка для мягкой мебели имеет специальные воздухозаборники, для того, чтобы она не прилипала к поверхности мягкой мебели, и поэтому насадка работает только контактным способом. А вот обычная щелевая насадка срабатывает идеально, то есть собирает пыль на расстоянии. И, конечно, уникальная система для Bosch – сенсор Backless – технология измерения скорости воздушного потока. В течение всего срока жизни вашего пылесоса специальный датчик разряжения определяет скорость воздушного потока. Если скорость воздушного потока снижается на 10% от номинала для выбранной мощности, то прибор тут же голубой индикатор переводит в красный цвет, и ваш пылесос сообщает вам таким образом, что вам необходимо очистить фильтры. Не пылесборник именно, а именно фильтры очистить. Пылесос в случае загорания индикатора не будет работать, поэтому не заметить горение красного индикатора невозможно. Это обеспечит всегда максимальную производительность вашего прибора и всегда идеальную чистоту у вас дома. С новым пылесосом Bosch Zoo! Субтитры создавал DimaTorzok